Но тем временем мы уже готовы пообщаться с нашим гостем. У нас в студии Ирия Деонисий Волков, руководитель молодежного отдела Симферопольской и Крымской епархии. Доброе утро! Доброе утро! Ну и мы знаем, что сегодня Всемирный день православной молодежи. Скажите, пожалуйста, как будет отмечаться этот день в Симферополе? 15 февраля мы празднуем большой христианский праздник, Стретение Господня, который отмечается завтра. А, завтра, да, простите, что-то правильно. И в этот же день отмечается День православной молодежи, Всемирный день православной молодежи. И поэтому по благословению Митрополя Симферопольского и Крымского лазаря на территории нашей епархии будет тоже проходить много мероприятий, приуроченных к этому дню. В том числе центральным событием станет проведение в Симферополе молодежного Стретинского бала. Но самое главное, что молодежь начинает этот день именно с молитвы. Потому что мы празднуем День православной молодежи, если человек православный, то он начинает день, конечно, с молитвы. И во всех храмах будет проведена праздничная служба и молебны. И затем уже дальше будут проходить разные мероприятия, приуроченные как раз к этому дню. Скажите, почему именно Стретинье выбрано Днем православной молодежи? Это было принято еще более 50 лет назад. Этот день стал именно, утвердили на Совете православных церквей, чтобы именно этот день был Днем православной молодежи. И поэтому с 2000-х годов эта практика начала распространяться уже на территории Русской православной церкви. И в этот день проводятся разные мероприятия, приуроченные к этому дню, в том числе и балы. Ну и вы сказали заветное, наверное, для каждой девушки слово «бал». И скажите, пожалуйста, кто может стать участником этого бала? Участником бала может стать любой молодой человек в возрасте от 15, ну примерно до 35 лет. Дресс-код, манеры, хорошее настроение и атмосфера бала будет располагать к тому, чтобы приятно провести время. Аня, ну я еще успеваю тебя пригласить на бал. Скажите, пожалуйста, а все-таки где будет проходить и какой дресс-код? Да, проходить будет бал, Сретенский молодежный бал в городе Симферополе 15 февраля, начало будет 12.00 в библиотеке имени Франко, которая находится на улице Набережной. Поэтому приглашаются все желающие, даже если молодые люди не умеют танцевать, не знают, как бы еще не погружены в атмосферу праздника, и перед каждым танцем будет проводиться небольшой мастер-класс, и можно будет пройти этот мастер-класс и уже присоединиться к общему движению такому. Дресс-код. Да, нужен фраг или все-таки можно костюмом обойтись? Желательно фраг, чтобы был. И у женщин специальная одежда, чтобы это платье бальное, у мужчины фраг и перчатки, чтобы были тоже. И таким образом будет такая своя атмосфера. Мы уже не раз проводим такие балы молодежные, и это очень такое погружение в особую атмосферу, и когда сама молодежь вдохновляется и готова погружаться и в историю, и в культуру. И еще перед балом мы проведем такой будет у нас небольшой курс этикета, как общаться правильно, как там вести себя с партнером, друг с другом общаться правильно, чтобы хорошие манеры всегда присутствовали при общении у молодежи. Сколько молодых людей посещают мероприятия по опыту прошлого года, например? Примерно 30-60 пар участвуют, то есть это где-то 80-100 человек принимают участие. Но это немало. Да, достаточно много людей принимают участие. Можно приехать, получается, с любого крымского города, да? Конечно. Это хоть и бал, приуроченный к православному празднику, но мы не ставим границ ни религиозных, ни национальных. То есть каждый может прийти и поучаствовать в абсолютно свободной форме. Говоря о музыке, что ожидается? Будут вальцы, полонез, еще множество других танцев, которые были присущи как раз на царском времени. И вот мы погружаемся в атмосферу дореволюционную, когда проводились такие балы, в том числе благотворительные балы. И вот в таком вихре танца можно будет уже и пообщаться друг с другом, выйти из гаджетов, из онлайн, в оффлайн уже, и пообщаться друг с другом по-настоящему в культурной атмосфере. Сколько лет уже проводится этот праздник у нас в Крыму? У нас в Крыму мы проводим такие балы с 2018 года по областине нашего правящего архиерея. А такие балы вообще проводились и раньше на территории нашей епархии, а вот уже так регулярно стали вот с этого времени проводиться. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Мы надеемся, что многие молодые люди сейчас решат все-таки прийти на бал, а не провести вечер в гаджетах. У нас в гостях была Ирия Дионисий Волков, руководитель молодежного отдела Симферопольской и Крымской епархии. Спасибо.